В котлах готовится угощение, на прилавках свежая фермерская продукция, все участники праздника в национальных народных костюмах. В этнодоме мордовской культуры всё готово к встрече гостей. Гастрономический праздник золотой осени проходит в этих местах впервые. Мордовский народный костюм отражает национальную самобытность и культуру. Яркие цвета и только натуральные ткани, которые мастера изготавливали самостоятельно. В те времена по наряду девушки можно было даже судить о достатке в доме. Если на спине вышита одна полоса, семья бедная, если три, то зажиточная. Это по-мордовски называется ожаки, но ожаки одевали в праздничные дни, так как в будни одевали платье мордовское, панар, без вышивки. Мокшень мазава, что в переводе означает мордовская красавица. Согласно народной традиции, платок девушки повязывается только тогда, когда девушка сидит. Это своего рода дань уважения человеку, который этот платок и надевает. Гости праздника примерили на себя народные мордовские наряды и отправились на ярмарку дегустацию национальных блюд. Натуральные молочные, мясная продукция, свежие выпечка и напитки. Представители мордовского заповедника привезли на гастрономический праздник дары природы родного края. Привезли мы сюда ягоды, наши экологически чистые, чай наш на травах и угощаем всем этим. Народные песни, национальная кухня и традиции. Мордва издревле славятся уникальным колоритным бытом и культурой. Правила народных обрядов и ритуалов для гастрономического праздника восстанавливали по рассказам и воспоминаниям старейших жителей Темниковского района. Сам праздник, он вообще в национальном колорите, в национальном стиле, что очень интересно и важно, поскольку вот такие малые жемчужины нашей России, наши республики должны быть на виду и должны быть интересны туристу, который приезжает к нам в район. Реконструкция древнего народного обряда моления, благодарения, рубка капусты помощью и наряжение капустных баб. После того, как урожай был собран с полей, наступала пора его заготовки на зиму. У мордовского народа был целый ритуал рубки капусты. Все его участники наряжались в праздничные костюмы и пели народные песни. Темников – это действительно туристическая жемчужинка, где есть все. Здесь можно увидеть, скажем так, старинный быт наших предков, как жили до нас Мокша, наши предки, русские люди. У нас есть свое золотое кольцо Темникова. В Мордовии большое внимание уделяют развитию туризма и привлечению гостей в регион. Среди большого количества направлений сегодня особой популярностью пользуется самобытный туризм. Каждый месяц, каждый период года мы изыскиваем свое самобытное для того, чтобы вспомнить, как было раньше, как будет настоящее. Первый опыт проведения народного осеннего праздника удался, считают организаторы. Планируют, что такие встречи станут доброй традицией. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.